Привет, красотка! Сегодня я рада тебя видеть на моей кухне. Осень, прекрасная пора. Я считаю, что идеальное время, чтобы мы с вами приготовили вкусную пепе-шарлотку. И еще параллельно я буду отвечать на ваши вопросы. Прикиньте, как меня удивило то, что я спросила в своем телеграме, какое видео лучше снять, из рубрики «Крашусь и болтаю», как я раньше давно снимала, или «Готовлю и болтаю». И что вы думаете? 65% или 62%, ну что-то такое. То есть большинство проголосовало именно за эту рубрику. То есть все, как бы бьюти-дематика с канала «До свидания». Открываю ваши вопросы у себя в телеграме. Подписывайтесь, пожалуйста. Всегда рада вас там видеть. Я там намного чаще. Для нашей потрясающей шарлотки нам нужно не так уж много ингредиентов. В точности до грамма весь рецепт будет в описании. Но я хочу пояснить, что на что мы заменим, чтобы шарлотка стала пепе. Вообще, надо сказать, в моей жизни уже это привычное дело. То есть привычно, что есть какой-то, например, вот рецепт, он с детства мне знаком, или вот мне хочется его повторить. Но я пытаюсь, стараюсь, насколько это возможно, на своей кухне, по крайней мере, адаптировать его под себя, сделать более полезным, да, более здоровым. Ну, например, мы знаем, что в классическом там рецепте шарлотки чисто стакан сахара. В нашем доме сахара действительно нет, просто его нет. Никуда не используем, не добавляем. Поэтому в этом рецепте, например, мы заменим с вами сахар на мед. Но с медом тоже есть вопросики. При нагревании все его полезные свойства как бы испаряются, улетучиваются. Просто имейте это в виду, да, если вы добавляете мед в выпечку, думаете, что вот там еще вся польза меда сохраняется. Ну, не особо. Я вам сейчас сюда вставлю полезные сахарозаменители, потому что сахарозаменители бывают разные. Есть прям супер вреднее сахара, а есть натуральные. Это то, что можно хранить дома и использовать как раз-таки вот по такому случаю. Но сегодня я буду использовать мед, потому что моя стевия закончилась. Это первый был момент. Второй момент мука. Мука в стандарте идет пшеничная первого сорта. Мы можем заменить муку и при том не сильно потерять во вкусе. Ну, лично я вот уже вообще привыкла к такому, знаете, более, во-первых, темному тесту зачастую. За счет того, что там либо мука цельнозерновая, либо не такому пышному тесту тоже. Потому что пшеничная мука первого сорта, она, конечно, там, шху-шху-шху пышность дает все, там, рассыпчатость. Но вообще без проблем. У меня, например, безглютеновая смесь специальная мучная. Сейчас огромное их количество. Можно делать на рисовой муке, можно делать на муке из зеленой гречки, даже из нута. И что интересненькое, мы с вами будем добавлять гречки, орешек. В общем, хочется на самом деле сделать не просто шарлотку, а сделать такой осенний пирог. А для меня осенний пирог это 100% яблочки, корица, при том много корицы, обожаю корицу, орехи и мед. Начнем мы с того, что я почищу от кожуры яблоки, потому что так будет более нежная консистенция. И заодно буду отвечать на ваши вопросы. Как Ева реагирует на то, что в видео вы рассказываете, как она может капризничать, что вы это терпите и ждете определенного момента для разговора. На примере с аэропортом. Это речь идет о влоге из Сочи. Там действительно был такой момент, и она абсолютно нормально на это реагирует. То есть она смотрит все видео, которые я снимаю с путешествий вместе с нами на большом экране. Иногда она проматывает моменты, где я долго разговариваю, потому что это интересно больше, например, вам. Я там отвечаю на вопрос или рассказываю что-то про Сочи. А ей больше нравится посмотреть, что мы там делали, куда мы ездили. Но мы с ней спокойно обсуждаем, что есть у людей разное настроение. И когда она, например, себя так ведет, возвращается в кризис трех лет, я бы сказала. То есть такое, ничего не хочу, все наоборот. Договориться сложно. Я в моменте говорю, что Ева, у тебя сейчас плохое настроение. Сейчас мы с тобой не будем разговаривать и не будем это обсуждать. Когда у тебя будет нормальное настроение, мы поговорим. И на самом деле в самом видео я тоже не обсуждаю уже ребенка своего. Не говорю, прикиньте, что она вытворила. Ну вообще трэш. Я скорее делюсь тем, как бывает, как бывает у всех семей, что это наоборот нормально. И что это можно по-разному прожить, по-разному с этим работать. То есть здесь у меня нет никакого осуждения. И еще следом вопрос, который набрал большее количество лайков. Это то, а как, Саша, ты разговариваешь серьезно? Я просто тоже в этом влоге сказала, что мы поговорим серьезно с ней, когда мы прилетим. Когда уже все будет нормально, обстановка сменится. И потому что с ней бесполезно разговаривать в такие моменты. Когда у ребенка там истерика или когда он вообще невменяемый. То есть видно, что как подменили будто бы. Мы стараемся проговорить эмоцию. Сказать, например, ты сейчас злишься. Или тебе обидно. Или ты устала. Наверное, ты хочешь вот это, вот это. Да, да, я тебя понимаю. Я тоже бы хотела. Просто честно сесть на уровень с ребенком. Это, кстати, очень хорошо работает. Не когда ты ему так с усыка там поучаешь. Когда садишься с ним на один уровень, глаза в глаза, чтобы на одном уровне были. Можно его подержать, если он позволяет. Иногда просто дети в таком состоянии не позволяют себя трогать, обнимать. Они вот такие, наоборот, отстраняются. Ева чаще всего разрешает. Я могу ее подержать за ручки или обнять. Сказать, что я понимаю, что ей сейчас непросто. И, вероятно, даже это все может не особо помочь, не особо исправить ситуацию. Но она хотя бы поймет и осознает, что ее поддерживают. И в целом я ее слышу. И потом, когда ситуация разрядится, я у нее спрашиваю. Ева, ты сейчас готова со мной поговорить? Я хочу с тобой кое-что обсудить. Если она там да-да, нет-нет, дожидаюсь да. Вот мы садимся. Я говорю, мне сегодня не понравилось, например, как мы с тобой общались в аэропорту. Ты нас, папа, не слушала. Нам было сложно договориться. Что таким образом мы тратим все энергию. Она тратит энергию, чтобы с нами спорить. Мы тратим энергию, чтобы ее успокаивать. Потом мы все злимся в плохом настроении. И объясняю, как можно все сделать проще. И просто нас надо послушать. Где-то надо немножко потерпеть. Спросить, например, Геф, тебе нравится с нами вообще путешествовать? Смотреть там новые города, страны. Куда-то выходим. Это классно, да? То есть она, скорее всего, скажет да. И объяснить, что это очень сложно делать, если нет взаимопонимания. Если мы будем вот так все время сложно коммуницировать во всех этих поездках. Нам не захочется, наверное, больше тогда их устраивать, организовывать. И всем от этого будет как бы хуже. И вот это, смотрите, не прямая манипуляция, что типа будешь себя так вести, больше никуда не поедем. Нет. Здесь определенная есть логика. Мы реально тратим много энергии. Человек, существо довольно логичное. Зачем ему тратить энергию на то, что не приносит никакого удовольствия, да? И в следующий раз просто с меньшей вероятностью захочется это делать. Тем временем я взяла вот такую штуковину и чищу сердцевинку. Насчет, кстати, яблок, какие нужно брать яблоки. Я люблю брать такие более рыхленькие и кисло-сладкие. То есть не сильно приторно-сладкие. Вот эта штука пригождается раз в год, мне кажется. Вот как раз когда хотя бы больше, чем одно яблоко надо почистить. Очень даже интересно, что я решила начать с того, чтобы почистить яблоки. И сейчас они пожелтеют. Ну да ладно, они все равно пожелтеют в выпечке. Давайте мы с вами разобьем яйца. Следующий вопрос. Саша, никогда не видела у тебя брендовых вещей, типа сумка Gucci или туфли Louis Vuitton? Хотя видно, что вы много путешествуете, значит доход позволяет. Для тебя это не важно, поделись своим мнением. Доход позволяет. Спасибо, что посчитали. В моей парадигме мышления сложно представить, что я могу за какую-то вещь, а-ля сумочка или туфельки или очки, отдать состояние, которое я могу потратить на более для меня приоритетные вещи. То есть реально, наверное, это вопрос приоритетов. Для меня это не играет никакой роли. То есть что должна, блин, делать сумка такого, она должна быть умной какой-то колонкой, чтобы она стоила, например, полмиллиона. И я такая, потрясающая цена, чтобы приобрести. Я вообще не жалею средств на такие вещи, как путешествия, на комфорт, на еду, на здоровье в целом, на технику, которая очень даже дорогостоящая. Одна вот эта камера, на которую сейчас я снимаю видео, стоит 400 тысяч рублей. Камера с объективом, я имею в виду. Я всегда в целом стараюсь сделать качество изображения лучше, звук лучше. Тем временем я взбила яйца, и сейчас потихонечку буду добавлять мед. В общем, не знаю, для меня это никакой радости особо не несет. Но с огромным удовольствием я потрачу средства на себя, на свою семью, на здоровье, на какие-нибудь дорогостоящие обследования, на то, чтобы всех отвезти куда-нибудь в классное место отдохнуть. Не сэкономить там на комфорте. То есть, вот это для меня важно. Для меня не значит ничего, если человек пришел в кроссовках Гуччи. Передо мной сидит просто тот же самый человек, но он в кроссовках Гуччи. И его кроссовки Гуччи стоят там, не знаю, 100 тысяч или 200 тысяч. А я сижу в других кроссовках, не Гуччи. Они для меня тоже удобные и комфортные. Может, они вообще стоят 5 тысяч спокойно. От этого у меня отношение ни к нему, ни ко мне не изменилось. Девочки, берите на заметку, что мед надо всегда растапливать перед тем, как его добавлять хоть куда-либо. Потому что потом размешать его сложнее. У меня, конечно, он размешивается, потому что он в целом не такой, знаете, не супер густой был. Но все равно лучше, когда он прям жизненький. На водяной бане его, например, можно растопить. Как вы не выгораете с таким насыщенным образом жизни, тем временем сюда идет мука. По чуть-чуть будем добавлять и перемешивать. Можно было, конечно, использовать... Вау, видели это? Можно было, конечно, использовать миксер. Миксер, блендер. Как эта штука называется? Ну, вы поняли, которая взбивает сама все. Я обычно так и делаю, когда что-то готовлю не на камеру. Но сейчас это все бы шумело. Насчет выгорания очень классный вопрос. Очень часто люди падают из состояния крайности. Типа, я вообще ничего не хочу делать. Апатия какая-то. В состоянии, я супер продуктивный, я успеваю миллион дел за день. А, наверное, как всегда, самое лучшее для производительности, для здоровья, для всего, это где-то вот посередине. Это искать баланс. Это чтобы у тебя в течение дня были вещи не только, которые ты делаешь продуктивно, классно ты работаешь, но и обязательно время для отдыха, обязательно время для восстановления. Переключение внимания. Иначе просто-напросто все время будет включена наша симпатическая нервная система, которая отвечает за вот такое состояние, что вот я готов. Включенность такая, знаете. А парасимпатика вообще очень редко включается у человека. Хотя должно быть это опять в балансе. А это время, когда ты просто отдыхаешь, просто дышишь, просто восстанавливаешься. И я лично без этого вообще никак. Я прямо чувствую, что если у меня нет времени перезагрузиться, а это, кстати, не всегда очень много должно быть времени. Вот сейчас с двумя детьми, конечно, еще меньше стало его. Но я всегда нахожу хотя бы 5 минут, 10 минут, чтобы подышать, чтобы просто почувствовать свое тело, поразминаться. То есть это можно все совмещать с прогулкой с ребенком, например. Или пока он там просто бодрствует, смотрит там мира на свои игрушечки в этой дуге. То есть не сразу бежать делать что-то еще, там надо успеть успеть. Раньше мне, кстати, было неловко, вот это тоже бзик у моего головного мозга, неловко брать выходные от сториз. Сейчас у меня стабильно, у меня даже можно в статистике инстаграма посмотреть, стабильно. Суббота, воскресенье, пропуски. Я ничего не выкладываю. Более того, не то, что не выкладываю, я даже не захожу в соцсети. Для меня это такой отдых, такая перезагрузка. Я так благодарна себе, что я сделала вот эти вот выходные. Потому что я намного с большим энтузиазмом прихожу в новую неделю. Во-вторых, я выходные не сижу в телефоне так много. Посвящаю это время намного более качественно семье. И нет вот этой вот гонки внутренней какой-то. Нет ощущения, что я что-то еще должна об этом рассказать. А вот это вот произошло. Даже если происходят какие-то очень интересные события, не обязательно ими нужно делиться. Мне вот это нужно было как бы для себя понять, осознать. Можешь это просто проживать, ты можешь просто с этим жить. Или, например, поделиться позже. Ничего не произойдет, никто тебя не забудет. Время добавить разрыхлитель. И хорошечно его перемешать. Такие милые у меня пиалушечки, согласитесь. И корицу бахнем сразу же. У нас тем временем получается уже такое тугое тесто. То есть оно прям не жидкое. Я еще добавила соль. Оно невероятно пахнет корицей. И самое время его отставить в стороночку. И порезать наши яблоки. То, как мы будем резать яблоки, зависит от нашей формы. Форма у меня, например, самая обычная. Просто круглая. И я туда на всякий случай положу бумагу, чтобы точно ничего не пригорело. И еще саму бумагу смажу маслом. Потому что всякое бывает. Если вы хотите, чтобы когда вы перевернете шарлотку, если вы ее будете переворачивать, если у вас такая форма, которую надо переворачивать, сверху были как-то красиво яблочки положены. В общем, надо это подумать заранее. Как вы хотите это эстетично, чтобы выглядело. Можно порезать просто кубиками. Не париться вообще. И замешать все с тестом. Я, наверное, их порежу дольками. И вопрос. Саша, пробовали ли вы когда-нибудь босоногую обувь? Я так рада, что вы задали этот вопрос. Потому что я так хотела об этом поговорить. Я так хотела это обсудить. Я недавно, когда мы были в Сочи, наткнулась на видео, где показывается, как выглядит наша стопа в нашей обычной обуви, которая небосоногая. Которая, ну вот мы все привыкли, там, как мы выбираем обувь. Вот, типа, чтобы, ну, более-менее было удобно, да? Чтобы нога сгибалась в целом. Чтобы она туда поместилась. Чтобы была красивая. Вот и как бы наши критерии. И я посмотрела, как ведет наша стопа там. Как наши пальцы все сжимаются. Как им там, на самом деле, фигово. И как от этого хуже работает и голеностоп. И может болеть икра. И может вылезать косточка. В общем, так-то это вообще не шутки. И я реально задумалась, почему я до этого никогда не думала о том, как мои стопы себя чувствуют в обуви. Именно с точки зрения того, чтобы им там было реально комфортно, свободно. Ведь, когда я хожу дома босиком, зачастую хожу дома босиком, она у меня намного более широко расположена, нежели то, как мы ее помещаем чаще всего в обуви. И ходим так довольно-таки долго. И я открыла для себя босоногую обувь. Я сейчас думаю, где заказать. Пока у меня есть несколько вариантов, несколько брендов, которые я для себя открыла. Она, конечно, выглядит немного необычно для людей, которые привыкли видеть такую аккуратненькую, красивую. Но зато она точно не будет вредить стопе. Раньше наши предки вообще босиком по лесам ходили. Я понимаю, что, конечно, мы люди себе очень много модой придумываем приколюх, из-за которых нашему телу супер дискомфортно. Как, например, знаете, всякие эти корсеты или джинсы очень тугие, которые стягивают талию, а в итоге там не дышит ненормальная диафрагма. Кровообращение полностью нарушено. Эта женщина вообще особенно очень важна. для нашего женского здоровья, чтобы там все было свободно, чтобы мы могли нормально дышать животом. Напишите в комментариях тоже, если кто-то уже носит такую обувь, где вы заказываете. Интересный вопрос, отказывала ли ты когда-нибудь подписчикам в совместном фото всегда ли к тебе можно подойти? Вы прям знаете, когда спросить. Впервые в жизни месяц назад я отказала в совместной фотографии, потому что я кормила, потому что это было супер неудобно. И на самом деле это был тот случай, когда мне даже странно от того, что человек подошел, видя, что я малышку достаю, надеваю мелксун. Короче, я супер не в расположенном вот состоянии. Я понимаю, скорее всего, девушка, это было в аэропорту, девушка, скорее всего, торопилась, она тоже подумала, вот там сейчас или никогда, может быть, увидела меня, обрадовалась и, скорее всего, не подумала о том, а удобно ли мне. Но я очень ценю, когда об этом думают заранее, и действительно вижу иногда даже взгляды, когда мы гуляем там в парке, и я вижу, что меня узнали, и такая просто добрая улыбка, но не подходят, потому что видят, что я с коляской как бы, Мира не спит, например, или Ева рядом. И, конечно, я в целом всегда рада обняться, увидеться, встретиться, сфотографироваться, расписаться, что угодно сделать, но когда я сама в состоянии отдавать. Потому что если я вот такая вот, или, например, ем, вот это вообще прикол, однажды тоже подошла девушка, на фудкорте мы с Денисом были, мы ужинали, и подошла девушка, я прям вот так такая суп ем, такая... Девушка, можно сфотографироваться? И в этот момент мне как бы вообще не сложно сказать нет, но я сказала мне нет, я сказала, подожди, пожалуйста, я доем, если тебе это важно, то ты можешь подождать, пока я поем, и я сразу с тобой сфотографируюсь. И она действительно дождалась, и мы сфотографировались. Но в этот момент, мне кажется, это наоборот как будто проявление некого неуважения к блогеру или к просто личности известной любой, потому что это такие базовые потребности, которые человек выполняет прямо сейчас. То есть он не просто сидит, не идет такой открытый, и вот ты к нему подходишь. Конечно, это вообще другое состояние. Девочки, мы на финишной прямой. Можно поставить разогреваться духовку. Я тем временем смажу растительным маслом бумагу по бокам, по краям, чтобы ничего у нас не прилипло. Вопрос, как избежать бессонных ночей с младенцем? Может, есть какие-нибудь советы? Было бы очень интересно послушать. Девочки, я вообще не понимаю, когда говорят, что есть какие-то бессонные ночи с маленьким ребенком, который на ГВ. Важное уточнение на ГВ. Когда ты на искусственном скармливании, понятное дело, что ты ночью должен готовить смесь. Это совершенно другое. Ты встаешь, ты просыпаешься. Я идеально сплю. Что с Мирой, что с Евой. Но надо здесь сказать, для кого-то не подойдет тот формат, который у нас есть, что мы спим вместе. То есть я не просыпаюсь, не иду к ней в ее комнатку, не подкармливаю ее, потом возвращаюсь обратно. Потом она... Ну, то есть вот этих всех ненужных действий для меня нет. Я сплю спокойно. Она просыпается. Что-то там зашевелилось. Я дала грудь. Она спит дальше. Потом проснулась еще раз. Дала вторую грудь. Просыпается она за ночь, наверное, раза 3-4. Но я, честно, не замечаю эти моменты. Я не чувствую того, что я не высыпаюсь. Девочки, мы с Евой делали такую тупость. Себе же... Ну, мы делали так недолго. До тех пор, пока Доула не пришла к нам на третьей неделе жизни Евы и сказала, что, ребята, что-то вы мудрите. Добавляю орешки в тесто. Что мы делали? Нам вот в роддоме, как сказали, подгузник меняем, ну, не реже, чем раз в 3 часа точно. И ночью зачем-то мы ее будили раз в 3 часа. Мы реально ставили чуть ли не будильники, чтобы проснуться и поменять ей подгузник. Просто что? Золотое правило. Спит ребенок, спят родители. Не трогайте его. Даже если он сейчас свои дела все наделал, но он спит ему нормально. Зачем его специально будить, чтобы менять подгузник? Сейчас мы, смотрите, что делаем. Половину теста я выкладываю, потом яблочки, потом опять половина теста. Что мы делаем с Мирой? Как я поступаю? Она каким-то образом научилась ночью не ходить в туалет по большому. То есть сейчас вот 2,5 месяца ей, она, ну, супер редко ночью сходит в туалет по большому именно. И от этого намного проще. То есть она все дела свои делает потом уже днем. А днем, конечно, мы меняем часто подгузник. И получается ночью я могу сменить подгузник, но не ходить, не подмывать ее, ничего не делать. То есть если это просто по-маленькому. Конечно, с утра мы полноценно делаем нормальный туалет, так сказать, туалет. Ребенка, ну, то есть полностью всю ее моем там от макушек до 5. Если ночью вдруг она сходит по большому, это единственный раз, когда я справляюсь с салфетками. Так, днем мы всегда подмываем, разумеется. Чистенькая, свеженькая водичка. Но ночью, чтобы и она не подбуживалась, и я, чтобы крепче спала. Я это просто делаю на автомате. Сейчас можно, конечно, красивенько выкладывать яблочки, но я их просто выложу хоть как-то. Потому что, на самом деле, уже Денис пишет, что Мира периодически просыпается. Они сейчас во дворе гуляют. И я понимаю, что мне надо закругляться. Уже и так они довольно долго. Но, возможно, я прервусь на кормление, потом опять досниму. Короче, ночью она не бодрствует. Даже если она вдруг проснется и сразу же не уснет после груди, она просто полежит. Я ничего не делаю. То есть, я даю понять, ночь, все, мы не активничаем, мы ничего не делаем. Но она и не плачет, как бы, да. Если бы она плакала и что-то беспокоила, наверное, другое дело. Я бы ее взяла, я бы покачала, там, что-то бы сделала. Походу, я многовато тесто вниз положила и маловато оставила наверх. Надо сейчас распределять. То, что оно такое густое, так и должно быть. Это нормально. И отправляем в духовочку на 40 минут при 180 градусах. Здравствуйте. Тут уже пришел босс молокосос. Уже поел. Как раз шарлоточка должна бы приготовиться. Духовку откроем подальше. Нам нужна вот эта штука. Опля. Можно снимать видео, что можно делать с одной рукой. Да, малыш? Та-да-да-дам. Уже успела пройти полчаса пока. Пока она чуть-чуть остыла. Но она, кстати, реально будет самая вкусная, именно холодненькая. Пока я убрала всю эту бумагу. На готовность мы проверяем деревянной палочкой. Но я уже проверила, как бы. То есть, тесто здесь не остается на шпажке. Ты готова резать? Ты будешь вот так лежать на мне, ладно? Аромат просто невероятный на всю квартиру стоит. Кстати, то, что сверху мало как бы теста, как мне показалось. Мне вообще очень нравится, как выглядит. Наоборот, такая, знаете. Да, ты сладкий. Я вот так яблочко одно оторву. Девочки, это такой восторг. Мне попался кусочек орешка, яблочко и немножко теста. Это вообще вау. Корица просто космос. Посмотри, какая красота, малыш. Хочешь так полежать немножко? Мне было бы очень удобно, если бы ты это хотела. По твоей физиономии вижу, что тебе не очень нравится. Человечек полюбил вертикально находиться. Друзья, скажи, мам, пойдем спать уже вообще. Люблю позу Султана. Ладно, девочки, извините, будет вот такая у нас проба. Кайф. Вот по сладости для меня вообще самое то. Если вы сладкоежка, вам надо будет больше сладкого. Меда или сахара, как сами решите, для меня прям идеально. То есть яблоки на самом деле сами тоже сладенькие. Тесто отлично вообще пропеклось. Шикарно. Шикарно. Ты тоже хочешь попробовать? Тебе рано. У тебя только будет молоко со вкусом шарлотки. Максимум. Да. Орехи прям очень рекомендую добавлять в шарлотку. Ты внимательно слушаешь. Это очень вкусно. Это очень приятно вот так похрустеть. Очень приятно у них консистенция. Они такие мягонькие становятся. Ну что, девчоночки, раз я здесь с видеоняней, наливаю себе кофеок. Значит, что малышка уснула. Я сейчас спокойненько, с удовольствием. А где дрип? Добрый день. Попью свой заслуженный кофе. Открытие для меня. Дрипы без кофеина. Это значит, что можно пить больше одного в день. Ну, когда очень хочется. Почему бы нет? Вот этот у меня сегодня первый. И заодно отвечу еще, я думаю, на парочку ваших вопросов. Расскажите, пожалуйста, про свой путь в блогерстве. И что бы вы посоветовали начинающему блогеру сейчас? Вообще, очень хочу снять на эту тему отдельное видео, а то и серию видео. Дайте знать, пожалуйста, вот напишите сейчас, насколько это актуально. Но одно видео я бы точно сняла прям про полноценно, про историю. Про то, какой путь я прошла. А он не очень-то короткий. Между прочим, длиною в 9 лет уже. Поднять психологическую сторону вопроса, да? Какие-то сомнения, страхи. А может быть и сторону техническую составляющую тоже. Мой вообще подход к работе с рекламодателями, с тем, что из себя представляет моя работа каждый день. Короче, я вот эту тему вообще мало как-то транслирую в блоге. Мне кажется, это так интересно. Особенно сейчас вообще век блогеров. Что бы я посоветовала начинающим блогерам? Понять, что вы хотите транслировать. Быть собой 100%. Не притворяться. Быть искренним. Аудитория это максимально считывает быстро. Не бояться менять тему. Если вы там вот решили сначала, все, буду блогером, фудблогером, готовку буду снимать. Потом в какой-то момент понимаете, что вообще вас это не заряжает. А уже есть определенный пласт аудитории. Даже если это тысяча человек. Слушайте себя и всегда отталкивайтесь от своих желаний. Аудитория, конечно, это классно. Обратная связь очень важна. Она много что подсказывает. Какой-то вектор, может быть, направляет как-то. Но именно от вас, от вашей энергетики, от вашего посыла, от вашего настроения будет зависеть существование канала вообще. Поэтому важно, чтобы вам это доставляло удовольствие. Вообще, как и в любом деле, маленькими шишками протоптана дорога к успеху. Так что не надо теоретизировать долго. Надо просто делать. Просто начните хоть с чего-то. Потому что так много иногда человек обдумывает, представляет, что-то учится, бесконечно учится. И никак не может это все уже притворить в жизни. Никак не может всем этим воспользоваться. Молодец. Очень вкусно. И кофе божественный. Давайте последний вопросик. Определенно, да. Сложно интуитивно прийти к тому, чтобы всем было все комфортно. И чтобы было понимание у каждого члена семьи, что конкретно в какой момент жизни у нас происходит. Поэтому без плана никуда. На самом деле, прямо сейчас у нас не супер показательное время. Моя мама сейчас не с нами. Она у своей мамы. И поэтому сейчас мы дневное время с Денисом делим ровно напополам. До прихода няни. Няня у нас приходит с 4 часов вечера. И до 8. И вот до 4 у нас с Денисом это время поделено на двоих в плане взаимодействия с мирой. Но плюс, конечно, сюда входит и обед. Мы вместе обедаем чаще всего. И наше с ним времяпрепровождение. То есть у нас есть для понимания нас самих, конкретно когда у кого есть время, чтобы что-то можно было сконцентрировано делать. Потому что когда рождается ребеночек, как бы все вокруг него вроде бы, да. Какой-то, начинается какой-то хаос. И ты не понимаешь, в какой момент ты можешь посидеть там, продуктивно помонтировать. Ну, это про меня, например. Понятное дело, что я вокруг малышки все равно больше, потому что я кормлю. Но даже в формате каких-то бытовых моментов, там поменять подгузник, с ней просто побыть, полежать на животике, там сделать ей массажик. Это все может делать так же и Денис. Например, то, что у нас вечером всегда исключительно семейное время. Мы не работаем. Выходные для нас тоже семейное время. И мы не работаем. И мы планируем какие-то поездки. Сразу там на месяц вперед прописываем, когда мы хотим съездить в деревню, когда мы хотим съездить в Тагилу. У нас более того, прописаны месяцы и страны, куда мы хотим отправиться в путешествие в течение года. Понятное дело, что оно имеет свойство меняться, там что-то произойдет, мы будем гибкими, перестроимся. Но это очень прикольно и удобно даже в контексте одного года понимать, какие месяцы у тебя, скорее всего, будут заняты, какие свободны, когда ты можешь планировать какие-то проекты. Знаете, когда у тебя есть... Ну, вот сейчас у нас вот такое время, когда нет моей мамы. А если бы, например, моя мама не хотела бы, ну, это нормальное желание. Не все бабушки хотят проводить время с внуками и помогать. Это вообще окей. Это же ее жизнь, да? У нас была бы, например, няня на дневное время. Она могла бы погулять с Мирой или переодеть подгузникой. Быть вообще как бы на подхвате просто-напросто. Потому что очень многие дела я, на самом деле, делаю вместе с Мирой. Но когда мне нужно именно вот сесть и сделать что-то сконцентрированное, типа как снять видео, а я же не каждый день снимаю видео, но тем не менее, снять видео, это нужно прям несколько часов подряд, да? Там, с перерывами накормления. То, чтобы был человек, были руки дополнительные, кому мы могли бы отдать. Так вот, это я к чему говорила. К тому, что пока у нас вот такой распорядок, вы бы знали, как цены эти утренние три часа, которые у меня есть, три с половиной там уходят. Уходит Денис гулять с Мирой, и просто у меня открывается какое-то третье-десятое дыхание. Просто ты не можешь не быть продуктивным в этот момент. Вообще-то, я могу спокойно просто эти три часа, как хочу, просто провести, проваляться, там что-нибудь посмотреть. Это тоже окей. Но, в целом, я понимаю, что у меня такое время будет, когда будет мое время с Мирой, да? То есть, это получается где-то с часу дня. И я могу вместе с ней лечь поспать. Я там могу быть более расслабленной. Для меня время с младенцем, оно действительно несложно. Ты там не так сильно вовлекаешься все равно эмоционально, как, например, с трехлеткой. Да, здесь он может поплакать, потому что ему действительно что-то физически там дискомфортно. Но ты это как бы быстро устраняешь, и вот снова счастливый телепузик. Сухой подгузник, накормленный животик, и жизнь удалась. С самого утра, получается, я делаю самое важное дело на день. И такое потом классное чувство остается. Но в начале, в самом начале, когда только-только Денис уходит, я пью кофе. Пью кофе, никуда не тороплюсь. И также Денис делился. Время как раз, они перестают уже гулять. Он очень много с ней гуляет. И наступает его любимое время. А у него, получается, целый блок, довольно большой, чтобы он мог поработать. То есть, получается, до четырех. В четыре приходит няня. Но я вот, например, на няню полностью не отдаю миру. То есть, я все равно где-то рядом. И я все время готова там подкормить. И, может быть, даже я только укладываю. То есть, няня у нас еще одновременно по дому помогает. Поэтому иногда я даже в эти два часа с четырех до шести. Почему до шести? Потому что в шесть у Евы садик заканчивается. В эти два часа иногда полностью я вот с мирой. Ну что, красотки, готовьте шарлотку. Я попробовала рецепт топчик. Притом, это, кстати, мой рецепт. Я собрала из разных рецептов свой уникальный рецепт. Так что, нигде такого прям точь-в-точь вы не увидите больше в интернете. Если будете готовить, то отмечайте обязательно меня в социальных сетях. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok